смотрите что я нашел на самом деле как бы я такую штуку уже давным-давно встречала в этих наших интернетах и вот когда первый раз встретил это чудо инженерной мысли я всерьез задавался вопросом вы там что все больные что ли вы с головой вообще нормально сварочный аппарат засунуть в строительный фен вообще вот знаете вот это очередной случай когда я искал медь а нашел золото потому что я искал вообще не это и вот в попытке найти самый дешевый сварочный аппарат про который мы или поговорим только или уже поговорили я не знаю у меня шутка на логе все хорошо я наткнулся на вот этого части на вот этот вот electric welding machine а сейчас наверно давайте поговорим про то сколько эта радость стоит что в коробке с ней идет и где это счастье я купил начнем пожалуй через жопу впрочем как я умею лучше всего а следовательно самого последнего пункта который я озвучил вы уже наверное догадались где конкретно это взял и удивительно то что сейчас а на озоне идет акция и осталось аж целых два таких сварочных аппарат и почему-то по акции они дороже чем я их купил потому что купил эту штуку я или за 5 600 или за 5 800 и честно вам признаюсь я не тешил себя абсолютно никакими надеждами и задача моя была исключительно поржать с того что это полнейшее дерьмо и не стоит даже потрачено на него времени забегая вперед хочу сказать что я очень сильно ошибался но чем дальше вылез тем ближе вылез как известно и я пошел читать характеристики к своему большому удивлению из характеристик у нас здесь только тип устройства сварочный аппарат если вы вдруг не догадывались о том что покупаете потом гарантия один год непонятно кто и предоставляет поскольку нету не бренда имени не адреса не родины родина хотя есть до китай и вес с упаковкой 3200 граммов а потом короче покопавшись еще в похожих позициях я все-таки обнаружил что у нас тут оказывается там потребляемая мощность имеется качестве характеристик диапазон сварочного тока номинально входное напряжение частота питающего сигнала коэффициент непрерывной номинальной нагрузки эффективность диаметр электродов и толщина сварочного шва в общем все такое в нужное и важное полезное особенно учитывая тот факт какая конкретно категория товара под какую конкретно аудиторию сделано это же у нас профессиональные инструменты работают профессиональным инструментом как известно одни профессионалы вот такая вот коробка и очень похоже почему-то что прислали ее прямиком не со зона а скорее из китая хэнд хелд вэлдинг машин дигиталь дисплей вэлдинг машин конвэйнент антихай альтитуде это что-то на американском это староамериканский просто тот который еще произошел от германских наречий и в общем-то внутри у нас здесь нали чувствует в наличии собственно говоря вот такая вот пена пули какая-то ся вот это вот в которой она лежала потом нам любезно положили перчаточки любом случае перчаточки это всегда хорошо даже не может не благодарить это место гарантии они немножко правда маловато не на мою руку но скорее всего это для каких-то маленьких китайцев которые варят при помощи такого сварочного аппарата свои маленькие автобусы для того чтобы ездить в маленькую индию где очень мало людей у нас даже есть а люк труды которые тонко намекают что лучше всего конечно варить двоечкой люк труды если честно больше похоже на бенгальские огни а мы кстати мы еще и поварим сегодня это какие-то е6013 давай померим потому что непонятно а люк труды инженерной работы тип того батарейка села метутая батарейка не села до 2 с половиной и я не знаю зачем со сварочным аппаратом но все-таки вот такие модные очки ну а как ты с таким феном сварочным будешь не модный ходить а так очки напялил перчатки обу знаешь их когда увидел издалека не кстати говоря очень даже неплохо палец я думаю что я вот в них на бали поеду да я там увы и ах к сожалению но при помощи лака для ногтей можно устранить весь этот увы и ах если очень сильно захотите постараться а вообще если честно я не представляю зачем мне газосварочные очки но издалека я выгляжу весьма модно и я уже одной ногой одной нугой чуть не забыл тут еще в комплекте вот такая вот модная красная гоношная сумка есть то есть эту всю штуку сюда можно сложить и вот так вот как да как в стихотворении помните в детстве было кто стучится в дверь ко мне с толстой же с толстой сваркой на ремне вот и пошел такой модный короче со сваркой в кармане идешь ты значится по улице ночью домой со сварочного цеха а навстречу тебе грабители и ты такой имя фамилия я уже сто пятьдесят четыре миллиона раз говорил вам о всяких разных видосах что рано или поздно наступит тот момент когда сварочный аппарат превратится в утолщение на проводе на примере данного экземпляра я думаю вы понимаете о чем я говорю и что мы в целом движемся в верном направлении но вы знаете вот что самое главное меня встретило момент когда я только достал эту штуку из коробки это то что я не ожидал что все так хорошо сделано потому что я был сука уверен что приедет такое говно сраное что его будет противно держать в руках потому что как правило вот у таких позиций когда ты заходишь на какой-нибудь marketplace типа aliexpress озон wildberries и иже с ними там тебе ничего кроме реально рендеров не предоставляется то есть реальных фотографий объекта нет и вот когда я достал ее эту штуку из коробки самое главное мое удивление было в том что оказывается здесь есть протексом 0 32 бита 64 мегагерца чтобы понимали вот это вот самый что ни на есть настоящий энкодер ну как бы да чуть тут удивляться он копейки стоит но блин в сварочном аппарате плавный пуск реальное меню с окном приветствия и даже графоний который показывает тебе толщину металла когда ты крутишь крутилку вы серьезно сварочном аппарате запятак зачем это здесь все можно было реально обойтись обычной крутилкой и чтоб сварка включалась просто когда ты розетку включаешь и выключалась когда из розетки выключаешь но нет здесь можно нажать кнопочку подержать и она выключится и на вентилятор который стоит 700 рублей на рознице на шарикоподшипник как мы разбирали и смотрели стоит специально задержка на случай если здесь что-нибудь горяченькая то эта штука даже будучи выключена еще будет работать какое-то время и весь корпус вот этот вот сделан из полиамида и они во все это умудрились засунуть электронику с запасом и эта хрень реально варит давайте я вам сейчас наверно покажу как выглядит меню так нажимаем кнопку опа вы видели это да а если нажать короче на менюху то здесь у нас еще какие-то штуки типа горячий старт вот это все то есть нажимаешь еще раз и начинаешь тут уже крутить сколько процентов я если честно понятия не имею что это значит но я думаю что сварщики которые что-то больше и более-менее в этом понимают они сейчас расскажут смотрите здесь force какой-то потом что у нас есть врд врд знаешь что такое это система предотвращающие прилипание электрода во время сварки модель сварки что это значит вот есть сиси и сипи а вот смотри то есть переключаешь режимы сиси сипи у тебя даже здесь на табло отображается в каком режиме ты варишь и когда ты крутишь амперы у тебя не только показывая здесь на дисплее до какой толщины металла ты можешь варить но и какой электрод ты должен вставить вы представляете да и у тебя еще под амперами здесь шкала дополнительная идет типа как вот и понял авто как шкала загрузки то есть когда ты ставишь минимально флаг обучает тебя еще правильной работе пипец просто вообще я в шоке и здесь еще в реальном времени если ты как-то умудришься во время сварки что-то как-то заглянуть ну чтобы зайчиков не нагвататься она тебе покажет сколько в реальном времени ампер нагрузки на дуге сколько зайчиков поймал и еще даже датчик температуры есть то есть сейчас она нагрелась до 25 градусов короче значится варить мы будем вот такой вот квадрат 60 на 60 я его сейчас разрезал сделал тут фаску все как полагается и в общем то ну конечно тут идеально у нас условия у нас там дождь не снег не гололед мастерской как это обычно в реальной жизни бывает когда ты варишь пункт оградку в каком-нибудь доме под дождем в грязи по колено но сорян шума ему то моему хочешь можешь выйти я слишком стар для этого дерьма вот это единственное знаешь не очень не нравится тут прям надо попадывать чтобы а люк труд вставить если ты как же да если ты попадаешь там с бабами плохо у тебя получается то есть этой сварка у тебя будут проблемы я все время не успеваю уловить что это там за логотип такой а у тебя не хватает аксайд блин хорошего видно пока новая а да без масса не будет работают слушай но если бы она без масса работала это вообще бы был какой-то космос прикинь просто включаешь розетку просто варишь это был бы трюк я чувствую до этого доживем единственный косяк вот что мне в этой сварки вам не нравится это вот если бы они вот этот энкодер еще сделали типа паузы у нас такое было когда лёха приезжал когда мы эту сварку разбирали что я его начал ложить она варить начинает а так вот какую-то типа кнопку вот здесь чтобы как вообще как полуавтомат нажал работает не нажал не работает и по 4 так на режим включения выключения это был бы вообще прям номер дает луч электрод неудобно задержать ну как бы да в этом то и весь прикол попробовать там всякие разные штуки то есть вот вот в таком ключе прям вообще не удобно а неудобно почему потому что когда ты берешь обычный держак то есть вот тебе надо сварить вот я где рука да а когда ты берешь эту штуку хотя вот где рука я же это и заметил да то есть не всегда это удобно и вот хорошо что вот это вот парнота вот так вот снимается и превращается в обычный сварочный аппарат и ты просто варишь ну тогда теряется весь смысл форм-фактора этого что такое как будто масса не хватает давай попробуем в режиме вот это си си поварить может это она что такое си 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 пи я сварщик от бога оси сети напишите мне в комментах потому что я реально не знаю мне гуглить лень я сейчас думаю что там выдачи будет черти шо так значит начинаем варить давай на на все-таки продолжим варить феном по людски инновации инновации но скорее мастурбация конечно сейчас будет ну да ладно не вот и конечно вообще вот это взял шуруповерт собрался варить до со стороны это выглядит так если издалека вышли дышь блять шо он там делает хора людина но на секундочку возвращаем короче я по-прежнему не знаю что такое режим си си ну вот на режиме себе как будто ток поменьше и вот сейчас мы будем на режиме сиси творить на режиме сисик сиськи спасут мир поехали такое ощущение как будто это изменение полярности но потому что сварочном аппарате классической формы ты можешь контакты местами поменять и лари а здесь получит секундочку называется когда купил но не читал инструкцию нет это что-то другое это явно что-то не в ту сторону потому что так и вообще пропалил то есть на режиме p 120 ампер варит прям четенько энкодер это было хорошо вначале только когда к из коробки достали а сейчас уже начинаешь понимать что начинает глючить вот это то про что лёха говорил мы еще не поработали а он не по шагу скачет а бывает через два да сука опять пропалил ты представляешь значит п это пойдет а с это сойдет п это пойдет а с это сука пропалил слушай ну вот уже без помощи второй руки уже есть да да то есть ты этой штукой не поваришь целый день ты умрешь ну единственный его плюс это то что вот она прям очень легкая очень легкая но тяжело да она легкая потому что сильно легче чем стандартный сварочный аппарат но все равно тяжело чтобы постоянно держать его в руке в основном со всеми сварочными аппаратами идет вот это вот ремешок типа ты его повесил но это все равно не так удобно то есть получается что все равно определенное удобство есть ну все я поехал а ты короче потихоньку закручивая да хорошо у нас тут 120 первых на борту то есть максимальные амперы которые есть у этой сварки так внимание глаза ну почти прожигает слушай но все тяжелее 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 и и и и и все сколько там 154 вольта да ну то есть где-то на 160 она еще будет на рима 170 давай попробуем 170 поехали сколько чат 150 нагрузки 160 не наварить можно слушать вполне разрезать не разрежешь но если что-то 50 уже не варит ну считаю да это сразу мазала получается вот сейчас норм ну это короче при нормальной фаски где-то что-то не очень толстая сварить можно арматуру варить какую-нибудь там 10 квадрат 12 квадрат будет сложно а еще я забыл сказать что у этого сварочного аппарата в отличие от большинства вот этих вот сварок которые там за 3 за 5 рублей вот те которые везде продаются всякие разные но они плюс-минус архитектурно одинаковые она здесь не 200 ампер то есть здесь максимальный ток 120 и получается что в рамках запрограммированного номинала внезапно вот эта вот штука которая сейчас стоит сколько 6 200 до 6 до 6 хвостом эта штука весьма и весьма неплохо собран они заморочились с этим полиамидным корпусом потому что эта штука как ни крути нагревается особенно когда вот здесь будет у вас электрод догорать и вы будете на максимальном токе что-то очень долго говорить то тепловоложение в шов такое что она будет возвращаться обратно на корпус если это будет какой-то бы если полипропилен или еще хер какая-нибудь она неизбежно оплавится а здесь они об этом подумали и вот получается что как бы такой достаточно противоречивый прибор вышел но имеет место быть я только не знаю для чего абсолютно не нагрелась 30 градусов она сама все пишет о себе 33 градуса я думаю есть смысл поговорить о том что стоит учиться учиться еще раз учиться чтобы хотя бы немножко приблизиться к уровню мастерства настоящего сварщика от бога и если вы будете тренироваться каждый день то может быть у вас получится так же красиво как и у меня ну а что касается сварочного аппарата из своих собственных так сказать субъективных ощущений я могу сказать что честных 120 ампер здесь железобетонно есть потому что тепловложение здесь наличествует в наличии если даже без фаски варить то есть не иллюзорная вероятность что будет даже обратный валик это в принципе можно сейчас попробовать а можно и не пробовать потому что это нахрен никому по сути и не надо это вы уже там сами попробуйте если решите когда-нибудь никогда купить данные сварочная пара заключение резюмируя все вышесказанное очень умная лёха и не очень мною я могу сказать только одно если вы вдруг проскипали весь видос и решили только посмотреть собственно говоря мое умозаключение если так можно сказать своих денег определенно стоит потому что это очень грамотно все посчитано и сделано с огромным запасом который как известно в жопу не до что здесь медной обмотки я уже сказал то что здесь есть процессор cortex это уже сказал лёха то что у нас есть энкодер которые немножко добиться даже из коробки ну а что вы хотели это же китая не какой-то фирменный бренд кстати говоря да 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 то есть мы взяли первую попавшуюся то есть я так как как в истории это выглядит я искал самую дешевую сварку поставил сварочный аппарат мма и поставил фильтр от самых дешевых и начал листать и в один прекрасный момент я налистал вот это а по факту этих сварочных аппаратов великое множество и там есть за 7 рублей за 8 рублей за 12 рублей и они все очень похожи то есть у них форм-фактор плюс-минус такой же но интерфейс кнопки все уже разные то есть вы еще можете выбрать если вам это вдруг стало интересно не знаю нахрена напишите в комментах мне дико интересно может быть у вас в голове родился какой-то сценарий при котором данный форм-фактор выигрывает у классического форм-фактора потому что я слишком тупой в данный момент времени чтобы хотя бы приблизительно попытаться представить зачем оно надо и в чем его преимущество разве что кроме того что это неплохо собрано ну а у нас на сегодня к сожалению все потому что больше про этот сварочный аппарат рассказать не представляется возможным поскольку у меня не хватает мозгов всем спасибо всем свободны и всем свободно до свободны всем до свидания добро пожаловать отсюда